Здорово танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир Танков от Листа Гейм, сегодня у нас на обзоре проходная прокачиваемая ветка Франции ПТ-САУ 8 левела АМХ АЦ-48 ФОШ-подобная техника, да, ветка ФОШ-подобной техники, и прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор не сделал, ну а мы с вами начинаем, и начинаем уже по классике с бронирования, погнали! Итак, господа, коллижен модель нашего АМХ АЦ-48, да, у нас ярко выраженная маленькая НЛД, ну и сама рубка корпуса, она же, будем называть ее, ВЛД, хоть даже, ладно, верхняя лобовая, да, деталь, НЛД 206, ну как на самом деле для восьмерки это неплохо, достаточно большое количество танков на восьмом левеле, одноклассники так называемые, да, обладают бронепробитием, некоторые даже не ниже этих параметров, касаемо ВЛД 219, 243 вверху, 244, 229, 237, ну броня такая, одноклассники обычными снарядами очень даже не будут пробивать, мало танков на восьмом левеле, которые способны пробить эту броню обычным типом снаряда, а вот голдой уже какие-то, нет, нет, будут прошибать, и тут даже ничего не сделаешь. Маска орудия, кругляк вокруг ствола 250, здесь рикошетная 460, здесь 244 рикошеты, это вытянутый вот это кольцовый круг ствола, здесь у нас 245, 229, 300, 300, здесь там 270, там, и все в рикошете, да, слабых мест нету, но мы на самом деле все это зря рассматриваем, что НЛД, что ВЛД, что маска, все это интересно, да, если силуэт на большие расстояния вас будут стрелять, а если мы говорим про ближний бой, либо средний бой против танков, у которых достаточно хорошая точность, то есть вот такое у нас, 151 и 152, поверьте мне, никто фошеподобную технику, там, начиная, наверное, с АЦ как раз 48, фош и фош Б, никто вам сюда никуда даже выцеливать стрелять не будет, все будут стрелять в обзорный прибор, и вот сюда. Боковое бронирование 55-56, вот такое вот, господа, бронирование. Касаемо основных модулей, пацаны, всегда тут даже не надо стесняться, что называется, да, хотите играть комфортно на любой прокачиваемой технике, конечно же, качайте все, и ходовую, и двигатель, и рацию, связь с союзниками тоже важна. Пушка нас интересует топовая, десятого левела, да-да, ПТшка у нас восьмого, две предыдущие пушки восьмого левела, и топовая сразу, минуя девятый левел, переходит на десятый. У нас 120-ти миллиметровка, с альфой в 400, 515 у нас на фугасе, 257 пробития на основном, 325 на голде. Ребята, это восьмой левел, шикарное пробитие, что на основном, что на голде, ну еще бы, пушка десятого левела. У нас барабан, барабан на три снаряда, КД между выстрелами 2,7 секунды, что вполне очень даже сносно, прям, ну сносно, хотя мне, как всегда, не хватает этого. Хотелось бы, чтобы пушка стреляла каждую секунду, разъезжался барабан, шучу. Вот, время полной перезарядки на стойке барабана 30 секунд, ДПМ у нас 2000, точность у нас хорошая на стойке 0,35 и время сведения 2,5 секунды. Касаемо полевой модернизации, во втором блоке облегченная ходовая, в четвертом блоке отстройка пролаксов, в пятом блоке, если вы собираетесь на этой ПТ-шке играть агрессивно, тогда штанговый перескоп. Если пассивный, больше будете лазить по кустам, настройку эжектора. В шестом блоке, вторым слотом берем на разведку. По оборудованию, самый правильный комплект для АМХ АЦ-48, это поставить улучшенный прицел, это поставить просветленную оптику, это поставить вентилятор. По снарядам, основной подкалиберный, вот скорость полета 1067 метров в секунду, голда у нас летит 1334, и это, ну вы сами подумайте, 1334, восьмой левел, напоминаю. Вот, фугас летят так же, как бронебойный. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я, как всегда, решил себя побаловать. Доппайком, у нас 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Так, и что мы можем сказать по данному агрегату? Это необычный агрегат в части игры, почему? Потому что у нас нестандартный, в отличие от 95% танков и больше даже, да, корпус. У нас огромный сундук, нету поворотной рубки, вот, но, начиная с 8-го левела, 9-10-е, у нас есть барабанные пушечки. И это как раз, вот, подходит, на мой взгляд, для игры в этом корпусе, как нельзя лучше. Потому что хорошее пробитие, неплохая точность во всей этой ветке, в старших левелах, да. Вот, в целом-то, быстрые снаряды, очень хорошее пробитие по пушке, просто невероятно хорошее пробитие. Да, у нас нету ВНов комфортных, это факт. Ну, блин, если нам еще ВН дать, найны имба станет. Вот, а что еще здесь можно сказать? А можно сказать, что ХП здесь, ну, учитывая это, бронирование, в принципе, даже неплохо. У нас хорошая мобильность, 50 вперед, 18 назад, почти 17 лошадей на тонну. Он максималку набирает, эта ПТ-шка, достаточно быстро. У нас даже, при том, что мы огромный сундук, кстати, у экипажа, не у всех качан перк, о незаметности она у нас присутствует, вот, 26%, 32-34 же скачать точно можно. Вот, и по обзору у нас, ребята, у нас просветленка, у нас вентилятор, у нас 457 метров, что вполне себе годно. Вот, так-то она, конечно, можно сказать, слеповато, а мы ее сделали глазовату. То есть, боев у нас, сливов дофига, когда вы остаетесь в бою один и прочь-прочи. И вот, благодаря такому обзору вы сможете отстреливаться, вносить максимального урона даже в сливных боях, уходить, так сказать, в проигрыш с хорошим настрелом. Предлагаю же отправляться в бой, посмотрим, как эта дрянь играется в современном рендере. Поехали! Так, господа, обзор боем у нас АМХ АС-48, 8-й левел, проходная прокачиваемая ветка, Франция, ПТСА, да. Фош-подобная техника. Вопрос. Куда поехать? Какого-то звук-то пропадает. Формушки-то пропадает. Так, ну всё есть energetically. Формушки-то пропадают. Сейчас ты идешь是啊, да. О verschied. Мой внимание busy. Вот где вы все остальные, что между тем, тем не наблюдается. Я знаю какое чувство банд��. Оita, иногда SLIDE病ку на столь. стоим охраняем правый фланг нихрена сегодня кого 5 едет вперед сеть так то есть разобраться на этом управлении один хорошо барабан зашел очень удачненько нормально мы его откидали так то есть разобраться все наигрался там взвешка ползает поехали к нему вперед дорогие други еще уже 63 так тут они появятся 73 над вперед ехать ничего не настреляем готов наигрался 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 ну куда е-мое что ты как это опа мильчик молодец госы как они все попередохли быстро не бизди мне настрелять нам не ругайся ухты как ты больно то стреляешь он не пробил кстати вам его пробили ребята трех надолбили все отлично вот даже в таком бою мы смогли где противники просто растаяли мы смогли наковырять может по мбт постреляем главное занять правильную позицию чтоб его засветить можно было вернее пострелять по засвету он в инвизи вот за бугарком гаденыш чего высуне свой нюх вряд ли трех уже неплохо не вылезет и в пиксель хотел эх ребята ну треха в любом случае барабан это всегда удобно сами видели и кстати даже там канули карри хотя такая карри то злая машина могла и пробить очень даже могла пробить странно что не пробила а начиная с восьмого левела это ветка вот ац-46 это у нас классическая пушка до которая без барабана а вот барабаноподобные чудовища уже даже в этом корпусе чего-то да могут так чё у нас там результаты второе место кстати по настрелу ребята одноуровневый бой вот так вот вот вам и от c-48 всем ветку качать интересно особенно фош б по мне как если оценять там по пятибалльной системе данный агрегат но я думаю 3 с плюсом 4 с минусом заслуживает все связано как раз из-за бронирования которые достаточно сильно отличается от десяток вот и от девяток а даже да все таки корпус здесь достаточно слабенький ну и у всей ветки вот эти больные вещи обзорный прибор пулеметное гнездо и все такое но на барабане уже эти машины играются неплохо поэтому говорим что годнота играть можно на c-48 ребят прожимаете лайки подписаны канал пишите свои комментарии как вам эта машина в целом у кого она есть в ангаре кто на ней иногда да нет не откатает вот им варю до скорых встреч пока поддержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре